вы должны молчать и слушать молчать и слушать что вам говорят все при друзья давненько что-то у нас не выходили обзорчики значит прикупила себе под собирал копеечек вот такую вот друзья систему 360 недавно были лампы 360 а сегодня значит видео система 360 для автомобиля и очень давно мечтал давно хотел немножко деньжат подсобирал и соответственно прикупил вот так у нас выглядит коробочка пришло в картонной коробке и соответственно в пакете и одновременно заказал вот такую кучу полотна друзья то есть полотно нужно для калибровки наших камер я уже разворачивать не буду здесь полотно более больше чем машина поэтому состоит по моему из четырех кусков можно купить подороже одним куском но очень жалко денег и так за это полотно порядка 40 долларов просто ужас но да ладно без полотна калибровать плоховато и долговато так давайте смотреть что у нас в нашем ларце в нашем нашей коробке и так я уже тут конечно же смотрел и распаковал то есть вот такая вот друзья шайба которая крепится где-то на 3м скотч куда вы там куда вам угодно на панель либо где-то не знаю в укромное местечко ну и соответственно пульт который они друг друга могут вполне себе заменять управляем либо этим либо этим но если какие-то там пароли цифры набирать конечно удобнее из пульта нежели нам перескакивать постоянно по кругу весь алфавит с цифрами надо друзья сразу хочу сказать значит два этих элемента оснащаются батарейками вот точно такими как в лазерные проекторы по моему 20 25 если здесь у нас понятно и просто как поставить батарейку то вот с этой фигней друзья я сломал голову батарейки в комплекте не идут значит показываю раз и навсегда как это делается вот просто я не знаю вам будет видно короче кто купит если купит то я думаю разберетесь вот таким образом сдвигается и все я чуть не сломал и так и сяк нигде не на сайте не в инструкции вот этой вот хрени как ставить батарейку не указано вот это минус огромный допустим но мы люди русские белорусы разобрались без инструкции вот такой друзья нам пришел пакетища проводов с камерой с контроллером и у нас еще здесь есть что коробочка как вы видите пуста а здесь у нас палочка ковырял очка для прокладки кабелей и соответственно друзья инструкции инструкция на английском языке то есть хоть какой-то плюс значит смотрите сюда есть у нас вот такая вот штуковина китаец присылает такую штуковину значит когда сканируем переходим на по моему pdf файл с точно такой инструкции только на китайском языке непонятно но это факт но там по моему в цветах это все дело и немножко по моему подробнее но поскольку там китайский язык то соответственно нам с вами ни к чему но вы все равно переходите и смотрите меня не слушайте мало ли потом они поправят и на русском сделают и так вынимаем нашу давайте по порядку что есть комплекте в комплекте у нас есть единственным минусом и и болью является то что нам нужно друзья с вами вернее в данном случае пока мне одному это сверлить зеркала поставляется вот такая фреза диаметром 22 с половиной миллиметров то есть тоже является хорошим дополнением нигде не надо искать и сверлим пластик в зеркалах под бокса соответственно боковые камеры под правую и левую так с этим понятно это у нас винты и кронштейны под переднюю и заднюю соответственно друзья камеры камеры полностью идентичны сейчас мы к ним дойдем и что отлично это у нас есть друзья сменные резинки под боковые камеры которые ставятся в зеркала все продумано замечательно то есть сверлим отверстие резинка вот буртом надеюсь видны бурты вставляется защелкивается прямо в отверстие и плотно 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 впихиваем сюда или впихуем или впихиваем к нашей камеры друзья так показывать буду камеры потом покажу в чем отличие преимущества допустим этих у нас соответственно резинок пока это все давайте в сторонку если конечно не забудут давайте первым делом тоже посмотрим контроллер значит у нас друзья вот такая вот коробчонка не спрашивайте сам пока не знаю для чего тут разъем полностью корпус алюминиевый имеется соответственно стикер какой-то гарантийный стикер и вот наши друзья основные разъемы то есть hdmi индикация и вот вот большущий разъем под соответственно подключение всех наших камер проводов и т.д. и т.п. в этом отверстии не знаю что там находится может быть просто какая-то кнопка сброса общего либо по крайней мере вот в настройках есть сброс пункт сброс на заводские настройки коробочка очень легкая кстати друзья я эту систему подключал гонял снял уже видео окончание сейчас записываю видео начало вот коробочка греется максимум примерно до 4 до 400 хотел сказать боже мой до 40 градусов и на этом принципе все то есть ничего не должно нигде справиться у вас в автомобиле и вот такой пуг проводов я уже не буду показывать эту фигню талончики или к гель чеки и вот такой друзья да пуг проводов но не пугайтесь тут все просто и понятно по крайней мере для меня сейчас буду показывать и объяснять так сразу 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 имеем выход под юсби что за выход значит сюда подключается флешка не знаю почему друзья в инструкции написано по максам эта система поддерживает 32 гигабайта я же спросил у соответственно у продавца в то время когда еще мне эта посылочка шла сколько максимально поддерживает соответственно эта система гигабайт какую флешку он мне написал 64 вот ну я не стал рисковать просто с сердцем сердцем сердце чувила и гадала я заказал 2 32 и 64 вот когда я все это дело смонтируем и соответственно с вами проверим покажет лошечки мне идут пока проверить мы не сможем далее что у нас далее у нас соответственно идет основной разъем который мы подключаем в наш контроллер вот этот контроллер склеивает изображение из четырех камер соответственно в одно такое 3d изображение так с этим понятно далее далее у нас идет подключение самого прибора подключение до боли простое но пока я сам к сожалению не знаю как все это будет выглядеть на магнитоле на телевизор и по крайней мере выглядит просто шикарно и замечательно вот подключаем просто к заднему ходу вместо нашей допустим штатной камеры к заднему ходу куда мы подключаем тюльпан и как бы все есть у нас друзья два выхода это с вбс и соответственно ахд видео которое я снял концовочку когда где показывал на телевизор и как это вся приблуда работает соответственно я показывал нас вбс потому как телевизор мой не поддерживает ахд вот этот вот сигнал вот и качество изображения немножко хуже конечно чем на ахд моя магнитола ахд режим поддерживает поэтому все должно быть шикарно и круто значит желтый проводок по моему мнению нигде тоже не указано это не что иное как радио антенна от этого вот от этой вот шайбы шайба друзья у нас работает по радиосигналу а вот пультик у нас работает по я покажу по вот такому вот приемничку вот отдельный кабелек отдельный приемничек то есть можете вывести где-то там под стекло на панельку можете не выводить а пользоваться соответственно только друзья этой шайбой то есть тут как бы клац и досвидос все просто понятно доступно так с этим рассказал с этим показал с этим рассказал остается у нас друзья вот такое вот подключение значит смотри смаз смотрим а cc я думаю всем понятно то есть подключаем туда плюс 12 вольт когда мы заводим автомобиль и у нас появляется 12 вольт с этим понятно то есть это замок зажигания грубо говоря здесь смотрим плюс 12 вольт по стоянке то есть да наш прибор должен быть постоянно , так как он у нас в режиме реального времени когда мы автомобиль допустим оставили на остановке где-то он мониторит парковку парковку всеми четырьмя камерами я пока друзья не знаю там склеивается в видео или как я не пробовал не записывал но я знаю что и делается один кадр в секунду типа фото фотографии потом они наверное склеиваются в видео или как то как то вот так пока друзья я опять же не знаю ну соответственно ground это минус у нас а вот здесь я перевел это у нас активация задней камеры но друзья но я не знаю присоединял я соответственно к плюсу них фига ни хрена не активируется сейчас а переписывающий с продавцом точно узнаю что-то за хрень и есть мне такое подозрение что это какой-то конец коншине я уже могу наверное его испалить так с этим проехали здесь же у нас продавец сразу по подключал все камеры к основным жгутам чтобы мы с вами как говорится не мучились то есть вот у нас вышли концы 4 жгута намотаны и пришли соответственно по своим разъемом то есть у нас правая камера соответственно задняя камера красная вроде бы передняя камера и это вроде бы левая камера ну тут все понятно будет по тому как будете подключать и соответственно у нас есть три активационных друзья провода вот этот проводок садим на фонарь заднего хода то есть чтобы наш наша система знала когда она включить задний ход я там вам видео все продемонстрировал то есть появляется здесь плюс и у нас врубается задний ход то есть парковочной линии можем отключить выключить вот и врубается задний ход соответственно эти два сигнала с правой и левой камеры то есть красная у нас левая до красная левая а это правая получается подключаемся к лампе поворотов то есть в зеркалах сверлимся в моем случае в зеркалах мне повороты есть мне вообще просто их подкинуть и отлично вот как только у нас повороте какой-то сработал допустим правый у нас на дисплее поворачивается автомобиль и у нас вся правая сторона камера просматривает камера всю правую сторону то есть мы можем видеть какой-то там торчащий столб забор бордюр и т.д. и т.п. и вовремя это все дело обнаружить и объехать ну не знаю как там и ездили вернее без этой системой все объезжали но все таки все таки прогресс идет вперед ну и вот и в этих мешочках у нас не что иное к друзья как соответственно сами камеры давайте я достану по одной из камер так как они попарные значит задняя передняя камера имеет вот такой вот друзья вид она очень очень маленькая удаленькая каждая камера в 3d системе в 5d системе друзья камеры идут без номеров много я списывался с продавцом спрашивал что лучше 5d система или 3d система все-таки вот это вот 3d системой дороже и лучше оказалось и продавец мне точно также посоветовал и не один продавец так как такие вещи с одним я не решаю вот есть у нас видите номер на камеры надеюсь вам видно и камеры довольно широкого вла обзора обзора по моему 170 градусов так и одну переднюю давайте достанем то есть переднего вору боковую две боковые камеры у нас имеют следующий вид то есть как вы видите теперь вернемся к нашим баранам к этим вот резинкам у нас эта резинка полностью одинаковая размерность и теперь сравните вот с этой вот резинкой то есть большущий плюс что они кладут вот такие вот резинки в комплект для чего это нужно для того что смотря куда и где мы поставим камеру и бывает что нам нужно в камеру поставить где-то под низ допустим там под закругление зеркала и она у нас будет смотреть там вниз строго на колесо так вот чтобы вывести нам угол нами предлагается в комплект такие вот друзья резиночки на этом все все я вам показал и рассказал знать сейчас друзья смотрим видос как это вся приблуда у нас будет работать на телевизоре ну а не знаю будет настроение зимой буду делать зимой будет настроение ждать тепла буду ждать тепла вы уж извините подождите или покупайте и делайте сами сейчас ждите продолжение вы будете смотреть как я тестировал данную приблуду всю на телевизоре короче друзья собрал я вот такую схемку подключил к телеку вот мои четыре камеры соответственно два пульта коробка бардак ну что давайте включим да посмотрим что у нас получится и так даем питание использую все свой же лабораторник не да пошла загрузка вот так вот загружается у нас само приложение то есть запустили мы двигатель и сразу видим нашу наш автомобиль вокруг моей марки авто к сожалению в этом приложении нет поэтому я выбрал пока что то что выбрал какой-то джип похоже на мою машину на рено captur написал номер автомобиля правда тоже неправильно но цифры правильные управляется все это дело как я говорил как с такого пульта так из вот такой вот кнопочки и так переключились мы такой режим конечно же я пока ничего не калибровал калибровать буду уже когда камеры будут на автомобиле но пока немножко пробежимся по настройкам или пробегимся или пробежимся значит первая настройка то есть все того делаю я этой вот нашей крутилочкой нажимаем и переходим к настройкам еще раз нажимаем и можем нашу наш автомобиль соответственно вращать по часовой или против часовой стрелки вот на 360 градусов и смотреть что у нас где там бордюр мешает или что-то или как-то чтобы нам хорошо допустим выехать следующий режим это у нас передняя камера так перескочил вот так это все дело у нас выглядит соответственно наша машинка вид сверху и камера спереди теперь переключаемся на расширенную камеру то есть на расширенную переднюю камеру когда будет все это скалибровано и склеено в один кусок соответственно было все у нас выглядеть красиво да и и качество теперь у нас соответственно не ах и д это приближенный вид спереди то есть как бы сверху с высоты птичьего полета то же самое все касается вот я сижу всем привет то же самое касается соответственно из вида сзади это расширенный это увеличенный приближенный и просто вот автомобиль у нас посмотреть так сказать с высоты птичьего полета так называемый режим велосипеда вот черная полоса это представьте что эта вещь корпус автомобиля и мы видим только спереди допустим что делается слева и спереди что делается у нас справа если мы дальше крутанем это уже как бы у нас получается сзади слева и сзади справа также друзья у нас есть на каждой камере вот такие три красных проводка кроме передней камеры это активационные провода для чего они нужны для того чтобы активировать то есть если мы движет двигаемся задним ходом включили заднюю передачу вот пожалуйста у нас задняя камера сработала выключили передняя а вот этих два провода это у нас друзья активация левого и правого поворотников то есть во время монтажа подключаем к поворотам и активируем поворотник видите поворачиваем направо мы видим что у нас делается с правой стороны машины то же самое и у нас получается соответственно когда мы едем поворачиваем налево так где там контакт и вот так вот происходит у нас соответственно поворот ну и соответственно пункт настроек давайте пробегимся по настройкам значит рекорд лист я думаю все понятно когда мы сюда нажимаем соответственно здесь у нас будет список отснятых видео во время парковки я ничего соответственно пока флешку не подключал здесь тоже настройки у нас идет идут записей что как писать то есть вот запись у нас первая включена форматирование там выставляем здесь так куда я перескочил ну соответственно дата день месяц я думаю все понятно часы минуты секунды и вот это вот так как не перескочить перескочил и обратите внимание 11 8 вольт то есть что это значит при достижении при снижении вольтажа на аккумуляторе наша наш прибор автоматически отключится и не будет расходовать энергию запись у нас выключена пока что или что-то значит делай рекорд я пока не знаю ну да принципе это пока и не нужно если мы настроили все нас нажимаем кнопочку save или выход так дальше контроль c друзья нажимаем чтобы войти в эти настройки у нас есть пароль три шестерки 3 восьмерки удобно вводить с такого пульта чем я собственно и занимаюсь и мы входим в настройки вот здесь все-все-все у нас настройки я честно вам скажу пока я не разбирался сам с этими настройками мне основное нужно друзья пока что соответственно установить в автомобиль и уже протестировать откалибровать здесь у нас производится непосредственно в этом пункте калибровка насколько я понимаю вот высота какая-то задается ширина все это дело линза указывается какая yg325 сенсор 2390 что-то что-то все указывается относительно соответственно наших камер которые мы получили вот выбираем и у нас есть тут пункт автокоррекция вторая автокоррекция то есть зависимости у нас от полотна есть такое полотно а есть вот как я в моем случае друзья я получил такое вот полотно коррекция линз ручная коррекция то есть мы выставляем точки вот 1 2 3 4 спереди 5 6 такса и также у нас сзади по происходит коррекция вторая ручная мануал тоже что-то тоже я всех пока настроек друзья не знаю либо сохраняем либо просто выходим так дальше что у нас дисплей сет настройки дисплея здесь у нас тоже нужно ввести пароль пароль у нас три шестерки 3 восьмерки запоминайте так как я забыл и спрашивал у продавца по второму кругу здесь мы можем друзья отрегулировать соответственно какой камерой мы будем какими изображениями использоваться 1080 720 вот по умолчанию стояла 1080 так и оставляем а вот здесь уже мы настройку делаем формата видео вга вот такие настроечки мы можем сделать ахд 25 кадров ахд 30 кадров там есть вот ахд 30 кадров кому-то наверное будет полезно оставляем так ну и дальше вращение то есть это я понимаю при запуске вот то что мы наблюдали вращение автомобиль то есть он вращается один круг и переключается уже в свое рабочее так сказать положение дальше контраст и освещение всякие у нас там 2d позиция слева что-то я не понимаю 5d у нас соответственно включено 3d тоже что-то тут ну множество множество настроек а вот здесь друзья у нас соответственно выбираются типы автомобилей то есть джип ягуар множество автомобилей вот только моего француза сюда забыли впихнуть забыли сюда впихнуть так и оставляем здесь у нас выбираются так где где цвета автомобилей который можем я поставил серый так как у меня серый автомобиль ну то есть серебристый металлик синий коричневый зеленый и белый и черный так оставляем grey тут мы друзья заносим номер автомобиля давайте я вам продемонстрирую что у меня получилось то есть у у меня соответственно номер 62 53 м с 5 но здесь по-другому никак не установить такой номер и посему я вышел из положения сделал 5 м с 62 53 как то так так с этими понятно но системные настройки у нас еще есть то есть обновление системы дальше что-то по камере я толком тоже друзья не знаю но я думаю все это будет в процессе эксплуатации здесь по ходу сбросить на заводские настройки все это будет в процессе эксплуатации узнаваться познаваться сразу вам никто наверно так и не расскажет вот версия информация о версии у нас есть и соответственно просто выход думаю что всем друзья я более-менее подробно объяснил что как чему вот этот вот видите 4 камеры у меня лежит на ковре соответственно и показывают вот такую вот смешанную лабуду после калибровки то есть вот эта моя комната должна быть как на ладони под автомобилем если разместить аккуратно все камеры и соответственно откалибровать ну вот такую я заморочку себе друзья прикупил не знаю когда и что я буду устанавливать ну по крайней мере следите за каналом так как сейчас у нас зима холодная все эти пластмасски снимать карты дверей то есть вы сами понимаете что такое в мороз заниматься такой работой это все чревато где-то что-то сломать поломать отломать и т.д. и т.п. друзья на этом все на сегодня что я вам хотел показать и рассказать система работает все отлично значит прикупил я еще соответственно и полотно но я вам принципе показывал на этом хочу с вами попрощаться пожелать всем здоровья удачи и любви побольше деньжат ну и соответственно друзья с наступающим новым годом до которого уже остались считанные дни все всем пока а